Итак, вы назвали речь Путина на 9 мая жалкой, но психологически интересной. Почему? Ну, жалкая она была еще до того, как он открыл рот. Вы помните, в каком виде его привели на Красную площадь военного вождя нации на военный парад? Его усадили в какое-то кресло, напоминающее качалку, и укрыли коленки пледом. Мне напомнило последнюю прижизнную фотографию Ленина в горках. Он сидел в таком кресле-качалочке, тоже прикрытой пледом. У него уже последняя стадия Сифериса была, он мало что соображал, у него изо рта текла слюнка. Вот эту ассоциацию вызвало изменение. Нет, ну, я думаю, что это сознательная уже диверсия тех людей, которые организовывали это представление. Ну, хорошо, ладно. Он открыл рот. И что же это было? Это бесконечные оправдания. Значит, вот основной текст. Ну, примерно помните содержание? У нас не было другого выхода. Нам не предоставили другую возможность. Нас никто не хотел слушать. Это первый такой пласт. А второй он рассказывал о страшной Украине, которая грозила ядерным оружием, пыталась уничтожить Россию и так далее. Это речь военного вождя, обращаясь, посылающего свои полки вглубь Украины, смертельного врага России в оказывающем существовании. Ну, ясно, что это сломленный человек. Для меня Путин политически умер на этом параде. И понимаете, если он завтра или послезавтра умрет физически, как нам обещают там разные криминологи. Мой друг, профессор Соловей, уже лет 10 говорит о том, что завтра примерно будет операция, и там его зарежут. Это уже ничего не изменит. Потому что уже вот это его такое чекистское имперское окружение, оно поняло, что он завел в страшную катастрофу. И они уже активно заняты операцией, то, что по-английски называется damage limitation, то есть ограничение ущерба. Вот вся ясность, что Москва поняла, что она страшно промахнулась, что вот эта цель, об этом уже никто не говорит, об уничтожении Украины как государства. В первые же дни именно так ставилась цель. А вот эти фразы, да, президента страны, президента РФ на параде, что нас заставили, мы были вынуждены, принуждены, это не признак того, что он уже признает свое поражение, признак того, что он не боится, а ему стыдно. И вот сейчас это поражение России не только встало реальностью, это основной дискурс сейчас всемирный. Вот я не собирался даже об этом говорить, но сегодня вот у меня произвело впечатление. Я рекомендую всем в Украине прочесть эту статью, у меня есть она на ответе, полученные. И переведены на русский язык такие полузакрытые отчеты китайских аналитиков, близких к руководству Пекина. Они просто убийственны совершенно для России. Там слово война, поражение. Они спокойно, как патологоанатомы, анализируют последствия поражения России в этой войне. Ну и вот эта верхушка, она логично занимается тем, чем сейчас можно заниматься. Удержать какой-то кусочек территории Украины с помощью, я бы не следил с вашей формулы, как они согласны говорить с Западом. Они активизировали всю свою агентуру на Западе, чтобы она не говорила, а кричала это. И Макрон, и, собственно, недавно и Шольц. А вот я в Вашингтоне был потрясен целой серией аналитических статей людей, которые считались крупными такими колумнистами. Вот, например, Дэвид Игнатьюс, я его считал лучшим колумнистом в Вашингтон-Палоне, разразился статьей в том же духе, что не надо загонять крысу в угол. Но опять это старые сказки о его угрозах ядерным оружием, в это уже никто не верит на Западе. Но вот это достаточно устойчивая тенденция, и это сейчас стратегия российской верхушки. С помощью Запада навязать Украине некое мирное соглашение, оставляющее в руках России тот или иной кусок украинской территории. Эта цель, вот, всей этой чекистской имперской верхушки, ну, которой еще принадлежит Путин, но он уже не актуален личностно. Ну, он член этой банды, но потерял, конечно, авторитет. Ну, вот, кстати, еще один момент из его речи, он повторял несколько раз еще одну фразу. Ну, мы же правильные, это было наше правильное решение, это было наше... Кому он убеждал? Он убеждал тех же своих вот этих соратников по бункеру, он пытался тысяч... Они смотрят на него, и он видит, что был в глазах, да, из-за тебя же идиотом мы оказались в такой ситуации. Если Путин, вот как мы все ждем, умрет, да, вот мы все в Украине этого активно ждем. Такой же Путин, новый Путин, воспитанный Россией, современной Россией, с такой же идеологией, и не будет ли продолжать он его дело? Конечно, такой же Путин, все эти люди, это такие же маленькие Путины, которые хотели покорить Украину и уничтожить ее как государство. Но эти Путины, я не знаю, можно их перечислять по списку, они сейчас решают другую проблему, уже их перестало беспокоить, как им уничтожать Украину. Как удержать какой-то маленький кусочек Украины, чтобы можно это было продать своему населению и удержать власти. Потому что, когда Украина выйдет на свои границы, выбив захватчиков из Донбасса и из Крыма, ну, даже самые преданные ватники, так называемые, зададут вопрос, а за что погибли там уже, наверное, 30 или 40 тысяч наших солдат, и что мы вообще створили, и что вы здесь делаете у власти. Сейчас они уже думают не о захватах, да их, вы же обратили внимание, как победа Украины, я не боюсь этого слова, это победа уже, она воздействовала на все постсоветское пространство. Смотрите, даже вот сейчас привлечено внимание к тому, какую пощечину Путину и кремлевской власти нанесли Финляндия и Швеция, подав заявку. Они же начинали, вспомните этот ультиматум 15 декабря, собирайте манатки, убирайтесь вон. Но еще больше удар по Кремлю нанесли гораздо более ничтожные образования, такие же марионетки на территории Грузии, Южная Осетия и Абхазия. Вы же помните, несколько недель назад, как раз в отчаянии, что нечего продавать как победа в Украине, они пытались заставить эти территории вступить в состав Российской Федерации. Но даже эти марионетки отказались. Человек в Южной Осетии, который президент стоял за этой идеей, проиграл президентские выборы, а Абхазы даже отказались обсуждать. Вчера это было, или позавчера, я уже запутался в датах, заседание ДКБ. Вот эти азиатские страны, Казахстан, Таджикистан, Киргизистан, они сидели и так смотрели, очень хитренько на Путина, когда Лукашенко упрекал, что они не поддерживают Путина. И его, конечно, не поддерживают. Это было задумано как демонстрация, показать миру, что у Путина есть какие-то союзники. Так уверяю вас, эти союзники только ждут победы Украины и падения Путина. Может ли это быть первым таким сигналом того, что империя распадается, она просто разваливается по кускам? Да, победа в Украине, она просто выносит приговор Российской империи. Это совершенно очевидно. Да, я уже вам говорил о китайской или не говорил, я не знаю, я сегодня столько выступаю. Китайская, сегодня на моем твите опубликована статья китайских аналитиков. Ну, они говорят просто с презрением о путинской России, считая, что она проиграла. И по существу делят уже российское наследство. Но это не значит, что она не может принести еще громадный ущерб Украине. Наоборот, вот пытаясь, сейчас будет двойное давление на Украину, чтобы склонить ее подписать какое-то... Кстати, вот эти доброходы путинские, они этот аргумент используют. Вот Украине следует согласиться на перемене, ведь сколько можно, какие страдания, какие разрушения наносят Россию. Русские не случайно усиливают сейчас обстрелы городов, как раз чтобы внушить украинцам такую... Ну, хорошо, вы победили, вы отстояли, отстояли свой суверенитет. Уже не стоит вопрос об уничтожении украинского государства. Почему бы сейчас не заключить мир, избавить себя от лишних страданий, смертей, ракетных атак, а потом уже где-то в ходе переговоров вы сможете вернуть и Донбасс, и Крым. Ну, вот такой аргумент, он достаточно сильный людям, которые находятся под обстрелом. Это типичный шантаж террористов. Но это, вот это сейчас единственная стратегия Москвы. Террором обстрелов и давлением Запада заставить Украину подписать какое-то соглашение. Где, ну, последнее, на что они отступят, вот сейчас они требуют и Херсонскую область составить. Они отступят вот до этого барьера. Помните, когда российские войска стали под Киевом, обсуждался на переговорной группе такой возможный сценарий отвода российских войск на линию 23 февраля. Вот в той обстановке он даже, ну, серьезно воспринимался значительной частью украинского общества. Сейчас, естественно, на это никто не согласится в Украине, но вот Москва будет пытаться за это зацепиться. Вот так, мне кажется, вот 9 мая было поворотным моментом в истории этой русско-украинской войны, и с точки зрения России два события произошло. Путин из паханов превратился такого в рядового боевика банды, а второе, вот вся эта коллективная банда осознала, что те цели, которые настали, недостижимы, а сейчас надо заниматься спасением лица перед собственным, так называемым, глубинным народом, удержав с помощью Запада в зубах какой-то кусочек Украины. Кто подпишет капитуляцию России? Капитуляция России будет подписана, когда украинские войска выйдут на границу свою, когда украинский воин-победитель окажется на границе своей державы. Никаких других устремлений Украины в отношении России нет. Ну, естественно, Украина будет добиваться выдачи военных преступников и возмещения ущерба, но это уже не военными, а дипломатическими средствами. Ну, какой-то человек, я думаю, что это будет уже не Путин. Ну, это уже не важно лично. Мне кажется, что это будет не Путин. У Путина будет хорошая опция скончаться во время операции, которая все-таки не предстоит. — Скажите, если будут какие-то уже переговоры по окончании, мы все понимаем, что эта война должна закончиться какими-то переговорами и какими-то соглашениями. Какие условия может высунуть Россия? Или это зависит от того, в каком положении она будет на тот момент? Целью Украины в этой войне является полное восстановление ее территориальной целостности, изгнание оккупантов со всей их территории, захваченных после 20 февраля 2014 года. Я бы отметил, что с удивлением в Украине встречают заявления некоторых наших союзников, что выполнение этих очевидных целей является унизительными для России. Для кого они являются унизительными? Для российского руководства, которое нарушило все международные договоренности. Для палачей, Буча и Ирпения. Для людей, которые убили десятки тысяч мирных жителей и военнослужащих. Вот этот шаг, он предупредит попытки вот таких европейских доброжелателей склонить Украину к такой сделке. Правильно сказал генерал Остин, министр обороны Соединенных Штатов. Кстати, вот эти люди, о которых я говорю, агентура Кремля сейчас его критикуют за эту фразу. Он сказал, что наша цель, его спросили, какова цель Соединенных Штатов в этой войне. Он ответил очень четко. Победа Украины, восстановление ее территориальной ценности и ослабление России до такой степени, чтобы она не смогла повторить эту агрессию. Я уверяю вас, что это ослабление России будет уже достигнуто, не надо дополнительных усилий Америки, оно будет достигнуто победой Украины и изгнанием оккупанта. Это приведет к падению режима, дальше надо предоставить уже российские процессы, развиваться по своей динамике. Это будет падение путинского режима и очень серьезное пересмысление русскими людьми вообще судьбы своего государства, перспектив его существования. Тем более, что об этом очень серьезно задумываются их замечательные соседи и союзники, китайские товарищи. Сейчас россияне понимают, что происходит? Все больше людей понимают. Я думаю, что профессиональные военные понимают. Вот удивительным было, например, вчера выступление на программе у этой безумной Скобеевой, полковник генштаба Ходоренок, но говорил примерно то же, о чем мы говорим мы с вами, очень четко, по-военному, что против нас весь мир, Украина может мобилизовать миллион солдат, вооруженных самым современным оружием, и нам нужно срочно выходить из этой ситуации. Сегодня тот же Ходоренок говорил, что все идет по плану, да здравствует наш сверховный командующий и так далее, и обличал преступления американской военщины в Сомали. Но это не важно, слово было сказано. Дело не в Ходоренке, а он сказал то, о чем думают все профессионалы военные в генеральном штабе России. Эти люди не друзья Украины, не либералы, они просто военные профессионалы, они понимают, что с точки зрения военной Россия проиграла цели, которые были поставлены авантюристически. И вот эта пропаганда отчаянно пытается еще представлять какую-то картинку победы, но с каждым днем, неделей это будет все очевиднее российскому населению.